Торжественное открытие медицинского центра получилось событием масштабным. Прийти посмотреть на новое учреждение здравоохранения пришло большое количество гостей, среди которых немало местных жителей. История строительства этого крупномасштабного комплекса была одной из самых обсуждаемых. Быстро возведенный рядом район плюс существующие ранее территориальные участки были привязаны к городской поликлинике номер 3. Некоторой переполненность здесь ощущалась уже несколько лет, что стало основанием для возведения комплексного медицинского центра, который теперь включает в себя взрослую поликлинику на 500 посещений, детскую поликлинику на 600 посещений и женскую консультацию на 190 посещений в смену. Почетные гости мероприятия первыми смогли оценить масштаб проведенных работ и оснащения нового учреждения, выполненные, к слову, по последнему слову техники. Теперь минимум очередей, акцент сделан на индивидуальный подход и мобильность. Дегистратура рассчитана на три рабочих места. Четвертое рабочее место – это рабочее место администратора. Как вы заметили, нет амбулаторных карт. Амбулаторные карты спрятаны в специальном картохранилище для удобства работы медицинских регистраторов. Максимум условий по безбарьерной среде, комплексное оснащение самыми актуальными передовыми технологиями, набранный штат, который постепенно будет пополняться молодыми кадрами. Все это составляющее успешного старта нового комплекса медицинских учреждений. Путеводитель для слабовидящих людей, электрические подъемники, пандусы, лифт. Такое вложение – достойное продолжение большой работы по развитию медицинского оснащения в стране. Программа развития здравоохранения страны – очень нужная программа, по реализации которой формируется мнение о состоянии экономики в государстве. Так как объекты эти достаточно серьезные, достаточно затратные. На примере нынешнего объекта, который мы сегодня открыли, можно сделать вывод, что все возможные финансовые средства, которые могут быть направлены на выполнение этой программы, выделяются. И результат того – открытие вот таких медицинских центров не только в городе Бресте, но и во всех областных центрах. Особый акцент в оснащении поликлиник был сделан на информатизацию. Ее активное внедрение в процесс медицинского документа оборота сегодня скорее необходимость, которой нас подводит время. Самое основное – это интегрирование всех информационных потоков, интегрирование всех данных о каждом пациенте в одном месте. Это очень важный компонент. Это, прежде всего, для того же пациента, для гражданина. Это сервисы, которые есть, но и самое основное – это улучшение качества гражданинской помощи. Ведь информатизация и та платформа, которую мы создаем, а сегодня вы видели лишь один из элементов – это просто информатизация одного из учреждений на хорошем действительно уровне. А вот связь всех учреждений в одно единое целое и система поддержки клинических решений, когда каждому будет доступ к самым лучшим практикам, как вы, немножко бюрократически, может быть, немножко заумно, но это действительно самая основная задача, которая стоит. Акцент на комфорт и доступность медицинских услуг. Теперь не нужно ехать с дополнительными обследованиями в другие учреждения. Все можно сделать на месте, что особенно важно для детского населения. У нас имеются два аппарата устрозвуковой диагностики высокого класса. Также возможны проведения электроэнцефалографии для диагностики заболеваний головного мозга. Для исследования у нас есть система для проведения делоргометрии, для диагностики и лечения заболеваний органов зрения, аппарат магнитотерапии, офтальмологический мускулотренер и авторит-кератонезер. В целом на медицинский комплекс выделена 121 врачебная ставка и 233 ставки среднего медперсонала. Первый рабочий день у сотрудников учреждений начнется 17 января. Пока же они постепенно осваивают свои новые рабочие места и привыкают трудиться в новых условиях. Торжественное открытие медицинского центра в таком широком составе стало поводом для обсуждения еще одного проекта, который должен реализоваться в областном центре. Речь идет о расширении мощности областной клинической больницы. Инициатива уже находится в проработке. Дополнительно открываются три отделения. Это отделение интернационной кардиохирургии, отделение инфарктное отделение и отделение нарушений ритма. Переводится кардиохирургия, переводится сосудистая хирургия. Таким образом, этот корпус практически будет предназначен для пациентов с кардиососудистой патологией. Плюс к этому здесь будет размещено нейрохирургическое отделение. Тем самым мы будем улучшать пребывание, потому что нейрохирургические пациенты одни самые сложные, одни требуют и условий пребывания совершенно других. Здесь будет размещено отделение хирургии и трансплантации, которое тоже требует особых условий. Проект актуальный и важный, такое мнение высказал губернатор региона Юрий Шулейко. Поэтому приступить к его реализации планируют уже в ближайшее время. Данный объект объективно и целесообразно строит на территории нашей областной больницы. Там имеется вся инфраструктура, там имеются все вспомогательные отделения врачебного оказания о помощи, там сегодня самый квалифицированный персонал, там есть все вспомогательные моменты от кухни, транспорта, коммуникаций транспортных, и это даст и позволит максимально быстро оказывать помощь. В этом году заложили в бюджет проектирование, и если все хорошо, в принципе, мы с следующего года начнем строительство данного объекта. Гостей мероприятия, кроме непосредственной демонстрации возможностей нового учреждения, ожидала еще одна важная приятная церемония. В торжественной обстановке здесь были награждены наиболее отличившиеся строители, проектировщики, все те, кто был вовлечен в эту работу, кто подарил городу новый важный социальный объект. Вы просто молодцы и как создатели, и как строители. Я думаю, что все-таки нужно приходить только за прививками, за консультативными вопросами, и радоваться тому, что у нас есть такое хорошее здание. Поэтому всем спасибо за то, что сказал Сергей Николаевич, что область средств строит, наряду с 8-м трестом становится организацией, которая во многом определяет строительное лицо нашего города. Это, наверное, так на самом деле. Поэтому и в 8-м тресту и область средств строит, и заказчику, и проектным организациям низкий подход от городских властей. В ближайшее время к новому медицинскому комплексу будет до конца доработана схема транспортного сообщения. Первых пациентов в учреждении примут уже в ближайший понедельник.